Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На мужском голосовании проект покинул Николас Карапанайотидис. В первом круге ребята зачеркнули фотографию Венцеслава Венгрышановского, но ему дали иммунитет. Зрители не расстроились, так как грек давно уже надоел своим агрессивным поведением. Однако позже стало известно, что все это постановка. На самом деле Николас просто уехал в отпуск и рано или поздно он вернется. Элла Суханова и ее мама Наталья Павловна пригласили Игоря Трегубенко в ресторан. Игорь пишет, сегодня Элла устроила мне сюрприз. Она задабривала меня очень вкусными пирогами, а потом к нам присоединилась моя будущая теща. Она предложила мне помочь в организации свадьбы на Сейшелах, куда я лечу через неделю. Вот это сюрприз. Так что хитрая Элла устроила все так, что и жених будет под присмотром, и подготовка к свадьбе пройдет так, как она хочет. В городских квартирах ребята отпраздновали день рождения Вовы Гаути. 6 апреля ему будет 25 лет, праздник был насыщенный. И 6 апреля увидим все это в эфире. Ведущий Влад Кадони болеет и очень сильно скучает. «Продолжаю хворать», пишет Влад, «изучаю соцсети от скуки». Так что можете поддержать своего любимого ведущего. Стало известно, каким ветром занесло на проект Наталью Бичан, преподавателя танцев и пластики. Глядя на старые снимки, которые опубликованы у нее в соцсетях, становится понятно, что Наталья и Надя Ермакова близко дружат. Так что она на проекте по знакомству, а не благодаря каким-то своим заслугам. Саша Гозиас продолжает ревновать своего парня Костю Иванова. Она из ревности порвала Майку, которую подарила Косте Катя Король. Костя пишет «Жалко Майку». Женская ревность беспощадна и глупа. Глеб Жемчугов уже улетел на Сейшельские острова. В самолете он случайно встретился с бывшей участницей проекта Инессой Шевчук. Девушка летела на отдых в Дубае. Подписчики не понимают, зачем они опубликовали этот снимок. Могли бы и не выкладывать, только жену доводят, ревновать будет. Марина Африкантова и ее мама не вернулись из Арабских Эмиратов 31 марта, как им приказал Андрей Чуев. В итоге Андрей заблокировал и Марину, и ее маму. Общаться с ними больше он не собирается и скоро вернется на поляну абсолютно свободным мужчиной. А Татьяна Владимировна нашла себе работу. После того, как она вернется в Москву, она будет помогать людям, которые мечтают жить и работать в Дубае, с документами, с выездом и с поиском работы в Арабских Эмиратах. Конечно же, не бесплатно. Продюсер телестройки Алексей Михайловский показал свое истинное отношение к ее участникам. При общении в соцсети с неким Игорем, владельцем домашней мини-фермы, Михайловский остроумно пошутил. Якобы он сам имеет 12-летний опыт выращивания свиней на проекте и даже согласился продать приятелю парочку петушков из числа проживающих на Доме-2. Зрители разочаровались в Михайловском, они-то думали, что он испытывает отеческие чувства к своим подопечным. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!